привет дорогие друзья это канал яхты на колесах и меня зовут антон сегодня у нас в обзоре новинка от хьюмер это хьюмер с гранд каньон на базе mercedes benz спринтер полноприводный 4 на 4 поехали за моей спиной находится хьюмер юсимит тоже вэн тоже от хьюмер на базе fiat ducato справа от меня хьюмер гранд каньон на базе mercedes benz спринтер казалось бы в чем основное их отличие основное как раз таки в том что это mercedes и он полноприводный здесь огромный дорожный просвет и полный привод в остальном конечно та же кровать наверху но тем не менее здесь повышенный набор опций с которыми мы разберемся чуть позже 4 на 4 как я уже сказал первое что мы здесь видим это вот по классике у mercedes с помощью двери закрывается заливная горловина дизель от этого же дизельного бака питается печь трума вот она выхлопное отверстие печи трума она работает у нас на дизеле дальше собственно говоря у нас по борту находится лючок с кассеты то бил туалета вот мы открываем туалет кассета тэдфорд вот она так у нас здесь выдвигается все в принципе стандартно для венов дальше подключение 220 вольт при 5 кемпинг здесь мы подключаемся к розеточки сзади у нас устанавливаем опционально фаркоп то есть вы сюда можете зацепить еще прицеп какой-то для мотоцикла для катера гидроцикла и так далее все это спокойно здесь сзади поедет вот так у нас открываются двери и мы взглянем чуть-чуть на багажное отделение в багажном отсеке у нас находится также газовый баллон за отдельной дверкой он у нас на 11 килограмм больше сюда я думаю не поставишь но в принципе для вена но и не надо он не то чтобы рассчитан прямо на какую-то большую автоном автономность в вен это скорее история про то что это у вас компактная машина которая может заехать в город всегда легко развернуться и в принципе даже использоваться как повседневная любой груз также здесь можно закрепить на вот эти специальные колечки которые защелкиваются в специальный рейлинг и передвигаются в любое место по вот этому желобу это очень удобно то есть ваш груз всегда будет надежно зафиксирован и первое главное отличие от иосемита который мне бросается в глаза это то что багажное отделение здесь гораздо меньше соответственно и спальное место получилось так потому что развернули спальное место поперек то есть за счет вот этих увеличенных выносов наружу вот этих таких счетчик которые здесь получились у нас спим мы поперек но у нас сильно увеличивается пространство кухни и душ с туалетом также здесь внизу есть такая перегородочка которая ограничивает у нас не дает грузу попадать внутрь салона ничего там пачкать и так далее дальше ручка у нас позволяет раскладывать маркизу которая уже установлена опционально с завода вот такая у нас коробочка есть завода с подарочками здесь у нас подушки которые мы можем использовать в любой зоне это закрывает потолок при раскрывающиеся крыши декоративная накладка ну конечно инструкции все от химер инструкция от mercedes бактерии какие-то для биллу туалета и запасного колеса у нас нет но есть вот такой насос с ремкомплектом то есть вы можете туда там закачивается в колесо пена специально и вы можете доехать до шиномонтажа это в принципе сейчас аптечка применяется такая система во всех авто домах потому что лишнее колесо это всегда лишний груз пробиваете колеса все-таки редко а доехать до шиномонтажа возможность будет всегда с помощью ремкомплекта дверь у нас стандартная цельнометаллическая как у всех венов и собственно говоря вот дорожный просвет он реально огромный это очень высоко больше чем не по колено и вот мне реально тяжело просто зашагнуть без ступеньки благо она тут конечно же есть выдвигаем ступеньку зашли автомобиль у нас новый поэтому он все еще в целлофане дальше у нас поле по правому борту собственно говоря заливная горловина сюда мы заливаем чистую воду она запирается на ключик наверху уже установлена с завода тули амнистор маркиза и вот собственно говоря вот эти увеличенные места благодаря которым у нас развернуто спальное место не знаю пока насколько это хорошо или плохо сейчас пойдем внутрь и посмотрим мы внутри давайте разбираться со спальными местами первое что хочу отметить очень классно что здесь вот так открываются двери изнутри то есть мне не надо выходить на улицу если мне нужно открыть а мне нужно открыть эти двери потому что вот здесь фиксируется кровать чтобы мне опустить жесткую часть мне нужно здесь отстегнуть специальную кнопочку ну и вообще по моему замечательно что можно вот так вот расположить здесь кровать и лежать созерцать прямо вид на свежем воздухе считаете у вас летом днем вы не в духоте а прямо при открытых дверях поддержка здесь вот эта точечная это очень классно то есть это не цельные ламели у нас от края до края а точно считается более ортопедической и качественный и долго служащий и вот так у нас трансформируется огромный матрас из какого-то ортопедического поролона класс вот такое спальное место получилось так ну в принципе нормально я умещаюсь вот у меня мест рост метр восемьдесят и я здесь без проблем лежу поперек мне более чем достаточно места и даже она немного остается то есть реально никаких проблем светодиодная подсветка вот такая аккуратная у нас здесь слушайте по моему гениальное изобретение эти щечки на самом деле то есть у нас до увеличил уменьшилась чуть-чуть багажный отсек но главное что нас уменьшилось спальное место при этом место осталось также но туалет душ кухня это реально прибавилось место но при этом у вас остались те же самые габариты вы все еще в маленьком вене по-моему вообще гениально главное они никак не мешают снаружи то есть они у вас не увеличивают как-то принципиально габариты и не закрывают обзор звук предустановлен из завода колонки то есть подключили к мультимедийной системе который уже стоит в принципе здесь в отличие кстати от есть 7 ты и фиатом вот и и шкафчики шкафчики вот на все по стандарту в целом фиксируется по кругу они места более чем достаточно с левой стороны у меня как бы небольшой гардероб то есть две вешалки с какими-то небольшими вещами сюда можно повесить мне кажется это кстати очень классно когда вот так вот небольшой шкаф здесь расположен то есть у вас еще там спят люди находятся ходят а вы допустим пришли спать сюда и вам не нужно раздеваться где-то вешать в гардероб вы прямо задвинули вот эту шторку здесь разделись повесили у вас ничего не мнется то есть когда вы путешествуете какой-то большой компании часто это какой-то дискомфорт дополнительно что надо там раздетом вылазить особенности люди разнополые здесь этой проблемы нет замечательное решение здесь гардеробная палка за дверками по левому борту у нас расположилась вся электрика то есть здесь у нас блок предохранителей на 12 вольт аккумулятор сеть вы соответственно ставите всякие трансформаторы блок предохранителей 220 ну и с обратной стороны как раз по борту у нас здесь подключение 220 вольт здесь у нас за стенкой доступ мы не имеем здесь находится бак с чистой водой спальню у нас вот здесь заканчивается шкафчики нет у нас дальше над кухней еще два приличных размеров шкафчики и розетка вот здесь у нас 220 вольт 12 и т.в. то есть вы сюда можете повесить при необходимости телевизор который у вас будет именно на спальную группу то есть также здесь антенна выведена ну или может быть вам какое-то одеяло с подогревом сюда подключать или еще что-то также трума пульт управления кстати удобно то что вы можете управлять и как из гостиной вот сюда подойти включить печку также вы можете прямо со спального места руку протянуть но не обязательно протягивать руку руку потому что айнет ready уже новая система во всех печах трума с телефончика приложение открыли дистанционно дом запустили и даже когда вы лежите на крыше на верху вы также зашли в телефон и печки можете управлять побавить прибавить потому что внизу кому-то нормально вам наверху жарко кухонный модуль находится стандартно для венов в проходе то есть у вас как бы место вытяжки заодно служит вот естественная среда огромная дверь по моему замечательно обожаю это в венах плита стандартная на два огня с электро нет с пьезоподжигом рядом раковина все это единый модуль то есть вся грязь очень удобно это все всегда мыть когда модули цельные кран складывается закрывается и это вас превращается как бы в дополнительную рабочую поверхность на входе у нас по традиции в целом раскладывается ступенька выключатель общего света розетка 220 вольт внизу небольшой кармашек для каких-то вещей при входе крючочки тоже есть что-то небольшое зацепить когда вошли но конечно когда готовить придется это отсюда снимать ниже под кухонным модулем у нас первое верхние это не ящик то маленькая вот такая дверка здесь у нас краны которые перекрывают подачу газа для кухни ну и такая небольшая резиночка можно что-то зафиксировать какие-то небольшие баночки скляночки ящики о в первом ящике у нас вот такая вот вещь не сказал сразу это расширяет у нас стал как бы рабочую поверхность вот сюда мы пристыковываем и вот у нас есть дополнительное место ну что-то поставить в проходе когда готовите внутри вот таким образом еще выдвигается лоток для столовых приборов ну и рядом есть еще маленькое вот такое вот углубление и с доводчиком все это элегантно закрывается ящики 15 килограмм максимальная нагрузка дальше все в целом стандарт они кстати глубокие реально ящики очень глубокие что даже как-то непривычно то есть для вена это прям хороший размер одобряю дальше холодильник кстати здесь тоже два крючочка что-то можно вешать для кухни холодильник тетфорд в целом все стандартно ну таких средних размеров но зато на не на нем еще сверху осталось вот реально место это удобно сюда можно поставить какое-то дополнительное оборудование возможно вы здесь разместите какой-то микроволновую печь розеточка 220 вольт предусмотрено ну и морозильная камера тоже присутствует кстати для такого холодильника она ну нормально весьма такая обширная под холодильником у нас есть еще место для хранения я думаю сюда вот удобнее всего можно будет разместить какие-то кастрюли что-то связано с кухней да я говорил что в йосемите большой туалет и душ но я ошибался большой туалет и душ это реально вот здесь причем здесь внимание к деталям реально в мелочах очень все классно отделка сделано вот реально прям приятно глаз радуется даже решеточку внизу в этот раз сделали не решеточкой а полноценным куском пола который закрывает лоток и вы прям встаете вот на классный пол не замечаешь там какая-то решетка но обязательно вот так же надо убирать когда моетесь души раковина очень удобно с таким лифтом открывается плавно опускается дальше у нас полочка с зеркалом наверху есть специальный чтобы сушить рейлинг такой чтобы сушить полотенца светодиодная тоже подсветка ну а все это дерево мы защищаем вот этой специальной шторки когда моемся в душе вот так ее раз задергиваем сюда по кругу она выходит вот перекрывает даже дверь и все мы ничего не намочим все замечательно классно окно конечно присутствует туалет тэдфорд как я уже говорил с электросмывом все лакшери все классно столовая группа принципе стандартных размеров для вена здесь у нас вот такой столик поднимается он очень легко вот прям одной рукой я могу принципе это сделать и вот так увеличивается в реально широкий напротив водительское кресло также разворачивается к столу это кстати реально удобно ну то есть мне кажется вот случае если с использованием как офис или какая-то такая вот история я вот реально топлю за эту тему что вот на кресле развернулся сразу тебя здесь может быть компьютер на вот таком уменьшенном столике то есть люди здесь что-то делают ты развернулся здесь поработал что-то посидели обсудили ты отвернулся и ты уже за рулем ты уже у бортового компьютера ты уже у панели управления домом который мы сейчас придем она находится как раз таки тоже у водителя здесь 220 вольт заряжать можно опять же тот же компьютер но и 12 вольт присутствует твой розетка здесь честно не знаю зачем потому что она есть и здесь и в принципе у нас здесь уже с завода установлен телевизор вот мы приходим к тому почему это все-таки гораздо более высокий класс чем мы говорили в том же есть 7 здесь уже стоит телевизор в нем мультимедийный плеер вы подключаете просто вайфай с телефона туда раздали у вас все работает плюс там установлена антенна цифровое телевидение у вас ловится в любой стране куда вы приехали шкафчики надо мной также присутствуют небольшие но они есть рядом с окном расположен вот датчик от печки трума который не позволяет ей включаться в тот момент когда у вас открыто окно потому что под окном находится выхлопное отверстие которое мы уже ранее видели соответственно газа не попадут в открытое окно в принципе по всему авто дому присутствует вот такая фирменная элегантная светодиодная подсветочка я думаю это ночная то есть когда ее включишь и вряд ли она будет мешать спящему при этом вы не споткнетесь не обо что все видно она присутствует и сзади и в каждой светодиодной ленте и даже наверху в фонариках первый режим это вот этот синий свет ну по моему симпатично я бы правда красным сделал но это вопрос вкуса про кабину этого автомобиля можно говорить либо очень коротко либо много мне кажется если говорить много надо делать отдельный ролик про всю историю с mercedes-benz принтер и всеми этими мультимедийными системами если коротко то это максимальный комфорт эта система практически автопилота это вот эта мультимедийная система которую вы здесь можете видеть на экране вот так красиво запускается mercedes-benz принтер камера заднего вида здесь разумеется назад на этот монитор выводится всякие умные электронные системы а эта ступенька кстати запищала которую у нас предупреждает о том что мы ее не закрыли и завели автомобиль ступеньку мы закрыли но писк продолжился потому что мы не закрыли двери но тем не менее я включил камеру заднего вида у нас замечательный обзор мы можем парковаться абсолютно узкие места и вот кстати даже двери наши открыты в деталях здесь видны мало того я на приборной панели конкретно вижу какие двери открыты то есть если я сейчас открою водительскую вот она появилась сразу же на бортовом компьютере все электронное выключаем также сама панель управления домом здесь расположилась над вот этим вот козырьком и вы можете прямо с водительского места управлять всеми системами жизни обеспечения дома видеть сколько у вас осталось воды то есть мне кажется тоже интересная находка особенно для вена когда ты часто находишься вот здесь за рулем из остальных каких-то моментов перчаточный ящик с usb портами для зарядки расположился здесь большой рядом два подстаканника у водителя два подстаканника у пассажира ну и вот эти вот бардачки и лоточки внизу тоже присутствует место с ремнями для пассажиров здесь четыре спальных места также 4 казалось бы вен такая маленькая машина как в ней умещаются целых четыре спальных места нам это позволяет сделать на крыше специальная ну такая раскладная палатка можно сказать то есть это дополнительные два полноценных спальных места которые размещаются на крыше чтобы залезть наверх нам нужно вот эта лестница сразу хочу сходу даме заметить что в юсимите на базе фиата было куда убирать эту лесенку вот здесь есть специальный такой карман мы туда его разложенном виде складываем здесь она тоже разборная но ее просто надо класть багажное отделение вообще хочу заметить что кабина юсимита у фиата реализовано ну поинтереснее здесь был второй пол как-то это все было ну конечно это не касается приборной панели всех остальных преимуществ которые связаны с mercedes-benz sprinter пойдем открывать кровать лесенка все также стоит боком в проходе но опять же 5 она как-то умещалась и совсем не перекрывала проход здесь она все-таки немножко перекрывает я думаю это связано с какими-то особенностями кузова mercedes что сдвинуты люк чуть-чуть дальше в кузов лезть но крыша раскладывается гораздо проще вот эту защелку похоже как у рюкзака мы можем отстегнуть одной рукой ниже есть табличка которая напоминает о том что нужно обязательно ее защелкивать пути далее у нас рядом с ручками есть 2 еще защелки мы симметрично беремся за них пододвигаем их к ручкам толкаем кровать вверх и все она ушла кровать открыта благодаря газлифтом легко и быстро вот мы наверху первое что бросается в глаза здесь добавлена розетка 12 вольт классно спасибо юсби нет но в принципе всегда переходничок втыкается это все нормальная автомобильные походные темы фонарик здесь также присутствует по-прежнему почему-то один он также двухрежимный переключается вот такой синий свет и заново в белый наверху добавили вот такую вот историю такая полочка с резиночками то есть это можно что-то сюда зафиксировать какие-то небольшие вещи что-то там повесить вплоть до того что сушится и даже когда она опущена она у вас будет как бы доступно если вы не пристегнете вот сюда декоративную такую накладку место здесь предостаточно это реально полноценная двуспальная кровать я не знаю мне кажется здесь даже комфортнее и уютнее чем внизу это сравнимо с каким-то альковом в алькованных машинах ну единственное отличие это вот эти тканевые стенки которые такие как у палатки но тем не менее у вас жесткая крыша и в принципе здесь не так душно здесь глухое окно два окна проветриваемый с москитными сетками мне реально это место нравится очень уютно но есть даже принципе не знаю как зимой но осенью сюда есть специальная такая дополнительная опция выводится от печки трума шланг который подает сюда воздух такая гофрированная трубка и принципе даже зимой здесь будет ну достаточно тепло при небольшой там понижение температуры что можно сказать это вен вен это всегда компромисс компромисс в хорошем его смысле слова то есть универсальность эта машина про мобильность про компактность вы можете на ней заехать в какой-то небольшой город всегда припарковаться на обычной парковке развернуться в узком месте и эта машина доводит это когда какого-то абсолюта потому что она мало того что мобильная она еще и проходимая полноприводная вы можете также заехать в грязь и проехать какие-то узкие грунтовые дорожки а камера заднего вида позволяет вам при этом еще паркуясь видеть назад хорошо мне кажется это реально универсальная машина которая конечно имеет свои нюансы как любой вен это какие какие-то ограничения по внутренним габаритам но при этом эта машина и с этим справляется неплохо здесь все еще 45 спальных мест которые благодаря раскрываемой крыше которые увидите за моей спиной можно обеспечить и это внутри вот это спальное место развернутый поперек позволяет сделать нормальную столовую группу душ туалет кухню в общем я не знаю меня эта машина реально восхитила я вот на такой с удовольствием ездил это канал яхты на колесах мы продолжаем для вас снимать обзоры самых последних моделей всегда новинки всегда у нас а также у нас много других интересных рубрик и если у вас остались какие-то вопросы или пожелания пишите в комментариях мы ответим прямо в комментариях или снимем дополнительные ролики до новых встреч пока и и и и и и